девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке мы с вами разберемся как набрать петли для планки чтобы планка в вашем кардигане сидела идеально напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то есть вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно мечтали так девочки давайте разберемся как набрать петли для планки чтобы наша резиночка лежала красиво здесь чтобы ничего нигде не стягивалась и в то же время фаудами не ложилась там чтобы у нас все было идеально у кого будет калькулятор там будут просчитаны петли которые необходимо набрать то есть если вы измерили плотность вязания четко значит все у вас отойдет идеально я набираю сейчас петли начинаю вот с правой полочки это у меня полочка да видите правая полочка спицы у меня с короткой леской поэтому скоро у меня тут все заберется в гармошку потому что я сейчас пойду набирать петли по горловине вот она у меня спинка вот она пошла горловина и перейду на вторую полочку на левую полочку да вот что хочу сказать как набрать петли то есть смотрите несмотря на то что в калькуляторе будет количество петель вы здесь должны определиться с ритмом набора вот этих петелек да и вот у меня в данный момент я набираю петлю из вот этой вот протяжки вот здесь сейчас покажу поближе из протяжки потом под две дольки косички потом дальше снова из протяжки две дольки косички верни не протяжки на перемычки это между кромочными петлями потом из протяжки две дольки косички пропускаю в общем у меня вот такой вот ритм сейчас покажу можно делать например перемычка пропустить перемычка две дольки перемычка пропустить перемычка две дольки косички вот давайте сейчас покажу вам поближе вот но это все равно все придется считать возможно где-то распускать но количество петель если вы правильно сделали расчет петельной пробы у вас посчитается в калькуляторе и должно быть все красиво так последняя петля у меня набрано из перемычки теперь я захожу спицей под две дольки кромочной петли то есть под кромочную петлю так скажем да достаю петлю дальше вот смотрим вот она перемычка сейчас подождите сделаю свет лучше чтоб вам виднее было вот если вот так вот потянуть немного на себя вот эти вот кромочные петли вот здесь вот такие как бы две ножки получаются у петли так вот надо нам нырнуть между этими ножками вот сюда и достать оттуда петельку то есть в этот момент у нас и кромочные петли слегка так подтянулись по прижали с они не будут болтаться и точно также здесь все плотненько и красиво ляжет следующую петлю основа набираю под кромочные снова вот так подтянула вот они две дольки видите сейчас покажу получше вот вот видите вот две ножки вот туда между ними нырнули и достали петельку все следующую кромочную петлю я пропускаю у меня вот такой ритм вы свой ритм сами найдете самостоятельно все считать надо дальше снова ныряю перемычку снова под кромочные петли опять у меня идет перемычка кромочная петля так сколько раз я сделал не помню ну ладно сейчас надо будет все равно все пересчитать я приближаюсь уже к завершению сейчас буду пересчитывать свои петли то есть я сидела считала вроде как у меня все должно сойтись но опять же началась снимать видео и упустила сколько было петель уже набрано теперь я кромочные пропускаю подхватываю через вот эти перемычки все вот так вот ровненько и красиво посмотрите нигде ничего не вытягивается никаких дырочек не образовывается набираются петли по так скажем боковой стороне там где у нас кромочные петли так ну все сейчас пересчитаю на доберу тут до конца и покажу вам как будем набирать петли из петель горловины так вот я дошла до плечевого шва видите то есть все здесь я набрала нужное мне количество петель смотрите если у вас будет отличаться там на пару-тройку петель ничего страшного вот главное приближенно к той цифре вы должны подойти дальше здесь у нас я сделала закрытие то мы с вами уже поговорили о том что открытые петли не стоит оставлять потому что тут все растянется резиночка то есть хочется чтобы здесь все-таки как-то край этот держался так вот здесь у нас при закрытии образовались тоже двойные такие косички вот из этих косичек прям за две дольки подхватываем заводим вернее туда спицу подхватываем рабочую нить и достаем петельки тут все намного проще не надо ничего вычислять не надо никаких ритмов придумывать считать да то здесь мы просто под каждую петлю закрытия заводим спицу и достаем новую петельку все вот таким образом посмотрите как красиво все получается весь шовчик останется здесь с этой стороны все я поднимаю петельки до следующего плечевого шва здесь у меня должно получиться столько петель сколько было на спицах да это вы можете по калькулятору потом проверить и дальше мы снова делаем набор за эти кромочные петли левой полочки и точно также примерно с таким же ритмом поднимаем тут уже постарайтесь чтобы ваше количество петель совпало с тем которое вы набрали на правой полочке все продолжаем далее вяжем резинку и закрываем петли на этом наш урок подошел концу а в следующем уроке я вам покажу как просто и легко связать рукав закатом для того чтобы он сидел идеально по фигуре все уроки для вашего удобства я собрала в телеграм-канале ссылочку оставлю под этим видео переходите вступайте и когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган вы откройте этот канал и все уроки будут ждать вас с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока